Итак, ребят, всех приветствую! Сегодня не будет никаких волшебных чудес. Сегодня будет нормальная стандартная ОФП тренировка. По протоколу ТАБАТа мы выполним несколько упражнений. Сейчас я быстренько все это расскажу для чего. На тренировке самое главное что? Самое главное это ваше здоровье это номер один и дисциплина это номер два. Поэтому сейчас вот после того как я закончил свой спич, мы мобилизовались внутри. Все перемещения совершаются быстро, команды выполняются быстро, четко. Это моя просьба. Почему? Потому что так надо. Поверьте на слово, а дальше сами все поймете. Чтобы вопросов лишних не возникало, я в настоящий момент пенсионер. Служил в СОБР Рысе МВД России. Ушел на пенсию в звании полковника. Хорошо это или плохо? Наверное хорошо, мне так кажется. Поэтому если есть люди в звании полковника или выше, то вы можете не выполнять моих команд. Если таких нету, ну извините, как говорится, субординацию дезодавщину никто не отменял. Поэтому, значит, выполняйте. Что такое протокол табата? Вы знаете или нет? Нет. Значит, смотрите, ребят. Протокол табата это временной норматив, скажем так. Упражнения у нас сегодня будет 5 упражнений. Упражнение одно выполняется в течение 4 минут по протоколу табата. Это значит 20 секунд работы, 10 секунд отдыха. Снова 20 секунд работы, 10 секунд отдыха. В течение 4 минут у нас с вами получается на одно упражнение 8 подходов. Понимаете, да? Слушай мои команды, внимательно. Я говорю, отдыхаем, значит, отдыхаем. Выполняем, значит, выполняем. Что такое 20 секунд работы? 20 секунд работы, это значит, вы работаете не на пределе своих возможностей. Ну, скажем так, 80 процентов от своего максимума. Держите темп. Вот, к примеру, начинаем делать выпады, да? О технике потом расскажу. Например, выпады. 20 секунд, пошли. Через 20 секунд, считаем, вы сделали, ну, к примеру, 22 выпада. Это значит, последующие 7 раундов вы делаете не менее 22 выпадов. Ясно, да? Поэтому силой рассчитываться надо так, чтобы у вас, у вас постоянно должно быть движение. Пауза у вас только на 10 секунд отдыха. Нет такого, что, к примеру, там на 15 секунде работы я встал, сейчас я отдышу, все дальше продолжу. Нет, вы работаете 20 секунд. Это первый момент. Второй момент. По технике выполнения упражнений. Сейчас мы сделаем базовые упражнения. Вот. Потом, после тренировки, я вам покажу то, к чему они приводят, то, к чему, ну, кто-то из вас уже может делать, кто-то никогда не делал, сегодня попробует. Вот. Ну, к примеру, я очень часто говорю про отжимания, да? Просто слышу, отжиматься это скучно. Да ничего подобного. Мы с вами сегодня можем сделать такие отжимания, которые кто-то никогда в жизни не делал. Это очень весело. Смотрите, первое упражнение у нас будет выпады. Просьба. Делаем технично. Пальцы сцепляем в замок на затылке. Обязательно. Локти разводим в сторону. Для чего? Для того, чтобы ваша грудная клетка была развернута. Потому что, если вы начнете делать ноги, сделать выпады, вот они сжимаются, на колено ложатся, да? И что получается? Ваша грудная клетка сжата. Ваши ребра давят на ваши легкие, вы не дышите. У вас начинается кислородное голодание. Такого бы не должно. Чтобы этого не подошло, пальцы в замок на затылке, локти развели. И вот, вы дышите. Соответственно, на подъеме выдох. Вдох-выдох. Вот это движение у нас пойдет. Это будет у нас первое упражнение. Выпады. Выпады производим, но стараемся производить, опять говорю, по самочувствию, прыжком. То есть, момент полета, смена ног. Колено опускается за линию пятки. То есть, у нас мы не так садимся сюда, да? Выпады, вот именно выпад. За линию пятки. Вот эти моменты все, когда там что-то, колено не должно переходить за линию носка. Это все мы оставляем, потому что у нас здесь не кроссфит-соревнование, где там народ обращает внимание на тельку. Мы наращиваем ваш потенциал. Возвращаясь, к примеру, к опыту службы, да? То, что мы видим по телевизору, когда спецназ круто работает, залетает, это вершина айсберга. На самом деле, это 3% от всей жизни. Представьте, что вот вы по-тяжелому в броне сидите в тесном автомобиле, в течение нескольких часов ждете команды штурм, да? Просто ждете команды, практически без движения. Тут раздается команда штурм, начали работать. Вы просто должны взорваться, забежать там на четвертый этаж и скрутить там злодеев. И вот для того, чтобы ваш организм был готов взорваться, крутить и сделать все это, мы с вами как раз и проводим функциональные тренировки. Взрывные тренировки их называют, функциональные. То есть вы должны быть готовы, естественно, как бы взорваться, да? Но взорваться в хорошем смысле. Вот те, кто занимается там боксом, там знают, что там за 10-15 секунд до конца раунда, там отмашку кто-нибудь секунду дает, да? И человек вроде бы уставший, начинает творить чудеса. Вот это, по этому же принципу, мы с вами сегодня будем работать. А для этого мы пройдем у вас компенсивные и интеллектуальные тренировки. Так, текста много, пора переходить к делу. Значит, первое упражнение у нас будут выпады. Второе упражнение бёрпи. Бёрпи что такое? Все знаете? Бёрпи, бурпи там по-разному называют. Нет. Нет, серьезно? Нет, серьезно. Хорошо. Второе упражнение будет бёрпи. Третье упражнение будет климбер или скалолаз его называют. Четвертое упражнение будет прыжки в длину из упора лёжа. Вот. Это всё функциональные упражнения. Они, на самом деле, пройдут очень весело, очень быстро. Вот. И если сила останется, мы с вами сделаем пятое упражнение. Ну, значит, 8 раундов. 8 раундов различные типы отжиманий я вам просто покажу. Вот. Итак, первое упражнение у нас будет выпады. Напоминаю, пальцы в замок на затылке, локти в стороны, дышим. Вот. Можно дышать ртом, потому что будет жарко. Вот. И не обязательно касаться коленом поверхности. Хотя поверхность мягкая, нормально, но наша задача не разбить ваши колени, а наша задача укрепить ваши мышцы. Поэтому можно останавливать колено, ну, где-то там 3-4 см от площадки. Можно касаться. И перемещение происходит прыжком. Момент полёта – смена ног. Так. Это у нас первое упражнение – будут выпады. Всё, парни. Вы готовы? Я не спрашиваю, это не вопрос, это констатация факта. Поэтому 4 минуты – выпады. Исходное положение – руки за головой. Смена прыжком. Приготовились. Погнали! Дышим. Не забываем дышать, парни. Пониже стараемся опускаться. Скорость свою держим, регулируем. Молодцы. Держим темп. Отлично. Отдыхаем. Быстро-быстро стряхиваем ноги. 10 секунд пройдут очень быстро. Ноги стряхнули. Усталость выбросили. Руки замок. Локти развели. Погнали! Каждый держит свой темп. По самочувствию и по весу. Ногу недалеко. По технике. Недалеко. То есть иногда нужно согнуться. Раз. Вот. Вот сейчас лучше. Молодец. Делаем, делаем. Стряхнули ноги. Побили бедрышки. Руки в замок. Локти в стороны. Погнали! Недалеко Kyrie, отлично! Молодцы! Молодцы! Стряхиваем ноги. Руки в замок, парни. Готовились, устало ли? Далеко не заводим ноги, то есть колено должно опуститься за пяточкой. Побольше амплитудов добавляй, вниз, вверх, вот молодец, вот лучше, побольше. Стряхивай ноги парни, стряхивай. Осталась половина, вы уже сделали почти все. Ну что, погнали, дышим, спрячем, осталось меньше половины, ребят, полторы минуты, приготовились, погнали. Амплитудов добавляй, вот, скорость меньше, амплитуды еще немного, ребят. Руки приготовили, погнали. Держим темп, держим. Если прыжком уже не получается, шагом переходите, но делайте без остановки. молодцы. Молодцы. Ну, давайте. Погнали, парни. Молодцы. Молодцы. Хорошо, отлично. Молодец. Отдыхаем. Знаете, есть поговорка, да? Минута. Минута много ли мало? Это не скажет никто, кто не стоял, ну, не скажет человек, который не стоял там в планке, да? Планка, реально, считаю, очень хорошим упражнением, незаменимым. Но протокол табата дает нам всего-то 20 секунд работы, да? И вот вопрос, 20 секунд это много ли мало? Так, парни, смотрите, вот я сближу, ходите просто, поближе ко мне, дыхание устанавливаем, так дело не пойдет. Восстанавливаться должны за минуту, быстренько. Смотрите, сейчас ноги чуть шире плеч, носки чуть внутрь, колени подсогнуты, расслабились. Центр тяжести в районе пупка, 3 сантиметра ниже пупка. Вот, расслабились, расслабились. Теперь большой вдох руками по кругу, собираем вокруг себя всю эту солнечную хорошую энергию и собираем ее как раз в свой центр тяжести. Погнали! И теперь небольшой вдох. В момент вдоха живот выпячивается, в момент выдоха живот вдавливается. Дышим не грудной клеткой, дышим мышцами живота. Давайте еще раз. Третий раз самостоятельно, ну-ка делаем. Подъем, подъем, подъем. Подъем, подъем. Подъем, подъем. Что такое бёрпи? Бёрпи, на мой взгляд, это мое вот любимое просто упражнение, но на самом деле очень классно для функционалки. Сегодня мы делаем классические бёрпи без перепрыгивания, без ничего. Значит, момент какой? Ноги на ширине плеч. Принимаем прыжком в положение упор лежа. Отжимаемся. Отжимаемся, касаясь грудью и животом поверхности. Встаем с одновременным подтягиванием ног к рукам. И прыжок с лобком над головой. Это раз. Выглядит примерно так. Какие здесь хитрости. На самом деле ничего сложного нету, но многие что делают? Садятся, потом откидывают ноги. Это в корне неверно. Точно так же подтягивают ноги. То есть сели и потом прыгают. Здесь вы тратите свое время. Поэтому смотрите, что я вам предлагаю. В момент принимания упор лежа, ноги уже отбрасываются в сторону. Я уже лежу, видите, да? Теперь я стою не в упор присев, а я прыжком подтягиваю ноги к рукам. Вот они. И с этого положения совершайте прыжок. Можно даже в наклоне вперед, но хлопок над головой. Вот так вот. И приземляясь, это движение вниз, оно же идет уже на упор лежа. То есть... Это бёрпи. Готовы? Это был не вопрос. Вы готовы? Дальше. Погнали. Считаем. Раз. Два. Три. Четыре. Работаем. 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 Отдыхаем. Стрихнули. Я не пропущу раунд. Пойду вдоль вас. Да. Значит сразу. Сергей. Ноги потягиваешь. Сейчас выше. Погнали. 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 Время. Погнали. Если у вас заканчивается упражнение на времени, на середине упражнение. Доделайте до конца. Погнали. Аккуратненько давай. Прыжок. Прыжок. Клопок. Выдох. Молодец. Смотри на меня. Давай. Прыжок. Ничего, ничего, ничего. Дыши. Выдох делай. Выдох. Выдох. Попрыгивай так. Попрыгивай. Попрыгивай. Сейчас мне очень помогли. Погнали парни. Попрыгивай. Попрыгивай. Молодцы. Поближе ко мне далеко не выходим. Погнали Дыши, дыши, не стой, не стой, ходи Пропусти раунд По самочувствию, если тяжело, раунд пропускаем сейчас Дышим, ходим, на месте не стоим Погнали Так, кто раунд пропустил, туда быстро, на точку Возвращаемся, начали Молодцы Отдыхаем, парни Дышим, вдох-выдох Водички попейте Два-три глотка Третье упражнение у нас будет Климбер или скалолаз Здесь Работают наши ноги Работают мышцы живота Так, всем видно Значит, смотрите Скалолаз, принимаем упор лежа Скалолаз есть прямой Есть по диагонали Значит, показываю прямой По диагонали поймете принцип И побежали Ну, побежали Подтягивая колени К локтям, под грудь Это упражнение скалолаз Это прямой Скалолаз по диагонали Соответственно, правое колено К левому локтю Это третье упражнение Что-то нас мало стало Где? Народ там К выходу в парк потянулся Нормально все Смотрите Первая тренировка То, что называется По желанию Уйдете после первой тренировки Никто вам слова не скажет Придете на вторую Помните, как в джентльменах удачи Где ходят, где-то найду, да? Вот второй Уже отсюда Хода нету Поэтому Вы молодцы То, что вы уже здесь Половина позади Третье упражнение Климбер Или скалолаз Принимаем упор лежа И побежали Бежим Именно тоже старайтесь Чтобы был момент Полета Если Сил нету Тогда идите шагом Но сил у вас есть Посмотрел в глаза Глаза ясные Силы много Мешает что? Мешает лень И мешает жалость Жалость себе Ну как же Сегодня суббота Народ спит А мы здесь Занимаемся Чем-то, да? А чем мы занимаемся? Мы становимся сегодня Лучше, чем вчера Так что, парни Погнали! Таз повыше Дружище Ты справа от меня Повыше таз Вот молодец Вот бежим Хорошо Остаем Дышим Дышим Ноги стряхиваем Молодцы Молодцы Когда бежите Упор на плечи Больше Вес Приносите на плечи Таз подали вперед И побежали И побежали Бежим, бежим, парни Хорошо Дружище В джинсовых шортах Ну-ка давай Через раунд Сюда Упал? Побежал Падай, падай Прямо там Вот Молодец, молодец Давай Я в тебя верю Раунд пропускай Через раунд Так, кому тяжело Пропустите раунд Отдыхайте Не сидите, парни Вставайте Дышите Кто пропустил раунд Быстро сюда Те, кто сейчас выпланили Могут отдохнуть Не сидим Побежали Бежим, бежим, бежим Отлично Смена раундов Через одного делаем Жарко, парни У кого силы есть Тащим Подбежали Вам нравится или нет? Я не понял Отлично Сейчас был шестой раунд Самый тяжелый Седьмой, восьмой Выполняются на моральных силах Погнали Это был последний И крайний раунд Все сюда Никто не пропускает Никто не пропускает Приготовились Погнали С прыжочком На морально Качество Молодцы 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 Ребят Касается всех Нет жестких канонов Самое главное Это вы И ваше здоровье Понимаете Что не усновили За минуту Не путайтесь Жалостью к себе Сделайте полторы минуты Две минуты Потом лучше Качественно выполнить упражнение Потому что Вот эти все модные темы Когда Кровь из носа Но сделай Про блюсь Но сделай Это для чего? Может быть для спортсменов Здесь среди вас есть Те, кто собираются В олимпийских играх участвовать? Нету Наша задача Быть здоровыми Сильными И служить На благо своей родины Четвертое упражнение Нам понадобится Какая-то граница Но вот я здесь не вижу Вот так в принципе Будем выполнять Перед границей Видите полоса Принимаете упор лежа Опять Упор лежа Отжимаетесь И в момент подъема Прыгайте вперед Чтобы ваши ноги Оказались за полосой Толкайте себя вперед Разворачивайтесь Упор лежа И то же самое Я не говорю Что это сейчас Обязательно получится Мы сейчас Стараемся Ваша задача Делать Со своим весом Со своей скоростью Но 20 секунд Вы это будете выполнять То есть Упор В момент подъема Толкайте себя Вверх и вперед Такой момент еще Толкайте себя руками Выкидывайте ноги вперед Но Руки Отрываются В самый последний момент Если медленно На замену съемки Посмотреть Вы увидите Что я ногами Вернее руками Отталкиваюсь Когда у меня ноги Уже проходят Мимо рук Это очень важно Потому что Если вы будете Просто Сначала толкаться То получится Вот так Примерно Ваши ноги Не выйдут Упор На руки И протолщите Себя тазом Толкайте вперед Александр Очень приятно Съеме Съеме Отдыхаем Кто делал Молодцы Кто не делал Приготовились Напоминаю Руки В последний момент Отрываются Погнали Начали Толкаем себя вперед Толкаем Толкаем Максимально Дальше Давайте парни Быстро Разворот И упор Лежа Встаем И дыхаем Вот видите Телефон Лежит Буду плохо Делать На него Наступлю Ну как Долго Тренировка Идет Или нет Быстро Вы устали Или нет Отдыхаем Погнали парни Половина позади Половина позади Давай-давай-давай Встрои все Еще немного парни Осталось чуть-чуть Погнали Давай парни Вы здесь Вы уже лучшие Ну-ка давай Так парни Вы здесь или нет Я вас не слышу Да Здесь Да Сделайте Да Точно сделайте Да Погнали Крайний раунд На силе воли Парни До конца Ну давай Немного парни Встаем Дышим Молодцы Отлично Четыре упражнения По протоколу Табата В вашем арсенале Сегодня Огромное спасибо За тренировку Всем Мне было приятно Побывать в Кандагаре Спасибо, что пришли До свидания Говорят, знаете Они хотели нас похоронить Но они не знали Что мы семена Это очень важно Мы взошли И я рад был вас увидеть Спасибо Спасибо Так, давайте теперь Про мои любимые Упражнения Отжимания Круче бёрфи Только отжимания Почему? Потому что Отжимания Скучными быть не могут Смотрите Сейчас я вам покажу По виду Разных отжиманий Вы каждый для себя Просто пробует Выполнить Один Второй Третий Ну Несколько видов Разберем И показываю Фишки Как они делаются Либо подготовительные упражнения Возрывные отжимания Смотрите Когда мы делаем Просто отжимания Мы на центр тяжести Как бы плавают Толкаемся руками Упираемся в ноги И так далее Правильно? Да Тебе представьте Что ноги и руки В точке эти Это Углы Четырехугольника Если провести Диагонали То точка пересечения Диагонали Будет как раз Под центром Вашей тяжести Понимаете О чем говорю? То есть Баланс держите так Чтобы На пересечении Диагонали Над этой точкой Был центр вашей тяжести Принимайте упор Лежа И попробуйте Выстить баланс Просто сначала Вот Не на руки Не на ноги А вот Четко Как бы посередине Примерно в районе Пупка Пахлой области Смотрите Момент какой Не прогибаемся Не задираем Таз будет подниматься В момент прыжка Ну стараемся Как бы прямо держать Теперь Первое будет готовительное упражнение Упор лёжа приняли все Все ставим упор лёжа Первое будет готовительное упражнение Отжались Выставили упор лёжа И коснулись рукой своего плеча И другой рукой Поехали 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 По пять раз На каждую руку Давайте Отжимаемся пониже Старайтесь при отжимании Смотреть вперёд Не вниз А вперёд Когда вы смотрите вниз Вам кажется Что уже Земля близко И вы уже отжали Смотрите Что происходит В действительности Если мы смотрим вниз Мы отжимаемся Примерно вот так Поняли, да? Если мы смотрим вперёд Амплитуда гораздо больше Ясно? Это было первое подготовительное Теперь Следующее подготовительное Делаем обычные отжимания С подъёмом Левой-правой ноги Давайте Попеременно Десять отжиманий Пять на левую Пять на правую Начали Мы продолжаем Пониже, пониже Опускаемся Молодцы Так, парни Встали Стыкнулись Побешали Сейчас Ольгу прыжочки Смотрите Сейчас С хлопками Все отжиматься могут На сегодняшнее утро могли Так, не рассасываемся Ребят, давайте сюда Упор лёжа И Толкаясь руками Делаем хлопок Пять хлопков Погнали Делаем Молодцы Молодцы Так Неплохо Теперь Предлагаю Делать отжимания Без хлопков Но Усилив руками То же самое С разницей Что вместо хлопка Вы отрываете ноги Все четыре точки опоры Должны оторваться От поверхности земли Такой прыжок Пять прыжков Не на скорость Сделайте медленно Но качественно Оторвитесь Пять раз парни Четыре точки Оторвали Вот, молодец Хорошо Денис Хорошо Все хорошо Делаешь Молодцы Молодцы В целом Все хорошо Смотрите В целом Подготовительство упражнения Выполнили все 90% удовлетворительно Что я вам предлагаю Теперь предлагаю Сделать такое упражнение Оно Считает уже промежуточным Делайте Взрывное Отжимание В момент Подъема корпуса Одну ногу Ставите перед собой И совершайте хлопок Под коленом Как это выглядит Ничего страшного Поняли Но пауза В упоре Должна быть Минимальной Давайте По три раза На каждую ногу Это промежуточное Упражнение Начали Побыстрее Упор На переднюю ногу Минимальное Время Денис Хорошо Хорошо Отлично Встали Встали Встихнули руки Сейчас Парни Будет То же самое Упражнение Но теперь Старайтесь На ногу Переднюю Вес не переносить Она вперед Выскочила И тут же идет Назад То есть Черканула Поверхность И все Хлопок Пока можно не делать Просто постарайтесь Делать так По два раза Давайте Без упора Без упора На ногу Без упора старайтесь Сделайте по два Чистых без упора Не упирайтесь На переднюю ногу Без упора Просто Просто Молстите ее И назад Еще раз пробуй Упор не делай Не видел Давай Вот Молодец Молодец Отлично То что надо Без упора Без упора Хорошо Хорошо парни Встаем Встаем Встряхиваем Руки И дышим Теперь Силы есть еще? Наверное Вопрос И ответ Неправильный Давай Есть Это был не вопрос Смотрите Так Что там рассосались? Ну-ка Давайте Подходим Заканчиваем Парни Еще немного Где ваша сила боли Давайте Вы сегодня сделали Уже больше Семогли Осталось Добиться Смотрите Парни Сейчас вообще Такое упражнение На самом деле Больше для здоровья Для хорошего самочувствия Руки Как можно шире Ладони разворачиваем По 45 градусов Принимаем упор Лежа И перекатом Слева Направо Право Налево Как это выглядит Руки пошире Ноги вместе Давайте По три раза На каждую руку Погнали парни Вот Молодец Хорошо Ноги вместе В трех Молодцы Молодцы Так Встаем Давайте Ко мне поближе Чтобы я не орал Давай Дэн Поближе В целом Минимум Мы с вами Выполнили Сейчас Мы можем С вами Сделать Упражнение Какие Сейчас Пробовали На упражнение Ну вот эти Виды отжиманий На По протоколу Добата Есть желание Я по глазам вижу Что есть Вот Но Учитывая Что жара Давайте Отстань На факультатив Либо Если будет желание Вот Сергей Николаевич Попросим И повторим Нашу тренировку Теперь парни Заминка Обязательно Растяжка Вот Здесь я вас Отгнать не буду Так как Понимаю Думаю Что многие знают Если заминка Вопрос есть Подходим Делаем заминку Растяжку Плечевого пояса Растяжку ног Поиграли Чтобы Молочка Мышцы не забила Мы все это делать Сейчас разомнем И Какие вопросы Есть ко мне Подходите Спрашивайте По упражнениям По методике По интервалам Вот То что мы сегодня сделали Это Ребят Честно Это не спецназ Это 10 класс Советской средней школы Поэтому То что вы сегодня сделали Это было Обычное Офупешное занятие Вы его сегодня сделали Худо ли бедно С перерывами Вы сделали В условиях Гиподинамии Когда мы с вами Едем на машинах Поднимаемся на лифтах Сидим в офисах Между кулером Там и принтером Да Вы сегодня Молодцы Поэтому вам всем Спасибо Спасибо